Встреча Путина с королем Саудитов На встрече Путина с королем Саудитов чиновники прятали левые руки. Что же происходило в это время? Почему они прятали? Владимир Путин, как вы знаете, побывал в удивительной стране, где практически нет налогов. Цены на бензин устанавливаются государством, а слово «секс» находится под полным запретом. В Саудовской Аравии российскому президенту устроили самый настоящий королевский прием с пальбой из пушек, кавалерийским эскортом и угощением за несколько сотен тысяч долларов. Даже из одного зала в другой Путина с королем Салманом возили на электромобили. То есть вы представляете, да, размер залов, что там передвигаться нужно на электромобилях. Вот это размах. Так же вот на Востоке. А в России, да, вот эти вот маленькие пятиэтажки, которые уже давно должны были быть разрушены, теперь строятся еще меньше, меньше тех даже пятиэтажек квартирки. Ну что же, человек может жить и буквально в клетке, как помните, сеньор Помидор и сеньор Луковица, который был заключен под стражу в эту самую клеточку. Итак, Саудовская Аравия. Это одно из самых закрытых и загадочных государств мира. Здесь нет театров, кинотеатров и общественного транспорта. Вдоль дорог полностью отсутствуют тротуары, поскольку даже в булочную люди ездят на машинах. Вот такая богатая страна. Там нет бедности, нет нищеты. Налоги люди не платят. А за какой счет живет государство, скажите? За счет того, что добывает это самое государство. За счет своей нефти, золота. Конечно, государство кормит своих граждан. И они очень богаты. Может быть, Владимир Путин ездил учиться туда, к ним? Или за чем-то другим? Итак, саудиты ездят на машинах. Даже в булочную. Причем не на самых дешевых даже автомобилях. А это Бентли, Ламборджини. На улицах Эрриада это далеко не редкость. Обычный автомобиль. Вместо уголовного права в СА правят законы шариата. В отсутствие других зрелищ. Одно из главных развлечений. Публичное наказание и смертная казнь у мечетей по пятницам. Вот так, друзья. Все очень просто. Украл? Смертная казнь. Украл? Ну вот в пятницу выведут на площадь. И секер башка. Еще одно популярное времяпровождение местных жителей – шоппинг и поход в рестораны. Каждый ресторан имеет две секции – для одиноких мужчин и для семейных, куда приходят с женами. Для одиноких женщин, естественно, ничего нет. Официально в стране разрешено многоженство. Но на практике оно, как говорят дипломаты, практикуется довольно редко. Ибо каждой новой жене мужчина должен обеспечить такой же уровень жизни, как и предыдущий, включая дом, авто с водителем, няню для детей, наряды. И наши мужчины поучились бы не альфонсами быть, а вот так, пытаться так пробиваться в жизни и зарабатывать, чтобы вот таким образом обеспечивать своих жен и детей. А не думать, как бы сбежать от алиментов и от жены, для того, чтобы не платить ничего. Менталитет. Разница в менталитете, господа красные товарищи. И, кстати, люксовые бренды здесь пользуются большой популярностью, хотя носят их в качестве домашней одежды. А в повседневной жизни даже ближайшие родственники не знают, как выглядит, например, жена брата. Правда, для иностранок в последнее время делается все больше послаблений. Пресс-служба Кремля требовала от журналисток из уважения к традициям обзавестись обаями мусульманской одежды особого покроя, плотно скрывающими все вторичные половые признаки, а также волосы и половину лица. Но на практике оказалось достаточно длинного платья. А в гостинице так и вовсе можно ходить в скромной европейской одежде, включая джинсы и с непокрытой головой. Что действительно поражает, так это обилие цензуры. Но это для нас с вами написано, что цензура там есть. Да, если бы наше государство обеспечивало своих жителей полностью, исключило бы налоги, и каждый житель ездил бы на Бентли, то зачем нам цензура, господа, товарищи красные? Ну, не нужна нам цензура была бы тоже. То есть мы бы тоже голосовали ввести цензуру. Это в зависимости от того, как мы живем. Поэтому обилие цензуры в таких странах, в богатейших странах, где местные жители живут шикарно, цензура применяется, вероятно, для иностранцев, причем в самых удивительных местах. Например, в торговых центрах существуют специальные люди, которые закрашивают на упаковках с иностранным товаром все, что кажется им предосудительным. Обычно это голые части тела. Например, руки, как женские, так и мужские. А также всякие плохие слова типа поцелуй и секс. Ну, а также, конечно, любая лексика, связанная с употреблением спиртных напитков, которая встречается в англоязычных, допустим, песнях или еще где-то. Это, конечно, вырезается. Друзья, ну я не думаю, что это так плохо. Если бы немножечко пожестче мораль была у нас, а не такая распущенная, я думаю, вы тоже бы согласились. Впрочем, на подавляющее большинство россиян наверняка произведет впечатление также следующая информация. В СА, в Саудовской Аравии практически нет налогов. Можно открыть любой бизнес и зарабатывать деньги. Власти это только приветствуют в соответствии с программой реформ введения 2030, то есть 2030 год. К обозначенному сроку доля частного сектора ВВП должна вырасти до 65%. До недавнего времени саудиты платили только закят, прописанное в Коране пожертвование в пользу бедных 2,5% от чистого дохода. Опять-таки от чистого дохода 2,5%. С 2019 года в связи с курсом на увеличение ненефтяных доходов впервые в истории был введен НДС в размере 5%. Однако налог на прибыль, налог с продаж, налог на недвижимость, налог на дары в Саудовской Аравии по-прежнему не взимается. Ну а как вы знаете, Россия скоро будет взимать налог на воздух даже. Поэтому чему ездят учиться наши лидеры туда, я не знаю, друзья. Я не понимаю, может быть они, конечно, будут брать модель общества Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов за модель в нашей стране. Но было бы прекрасно. Доходы королевства в 2019 году по прогнозам составят 264 миллиарда долларов. Это примерно 17 триллионов рублей. В России не намного больше. Это 19,8 триллионов рублей. Сравните Саудовскую Аравию и Россию, да? Сравните, господа, и узнаете о доходах. Тем более доходы в России, которые почти 20 триллионов, куда они идут? Ну, во всяком случае, народ их не увидит. Они идут в карманы чиновникам в банки, в банки, которые находятся на Западе. Однако структура трат существенно, конечно, отличается у них и у нас. На образование и военные закупки саудовские власти, как говорится в справке, подготовленные к визиту Владимира Путина, собираются направить одинаковый объем средств по 51 миллиарду долларов или 3-2 триллиона рублей. То есть образование в маленькой Саудовской Аравии и в России огромное. Но у нас одинаковые деньги. И не забывайте, что там по пятницам секир башка за ограбление и за коррупцию, а у нас нет. Этого нет. Так что у нас совершенно спокойно эти 3-2 триллиона рублей выведут за границу. Здравоохранение и социальное развитие еще 46 миллиардов долларов у них. Или это около 3-х триллионов рублей. Для сравнения, в Российской Федерации расходы на образование в этом году составят чуть больше 800 миллиардов рублей. То есть в 4 раза меньше, чем в королевстве. Королевстве вот таком маленьком, да? И наша огромная страна с ее просторами. Но у нас меньше тратится на здравоохранение. Вообще ничего не будет тратиться. Это ведь надо учитывать, что эти деньги должны еще чиновники по карманам разложить. А там секир башка по пятницам за это. Так что в 4 раза меньше у нас, чем в королевстве на здравоохранение. Поводом для черной зависти также должна стать развитая система материальной помощи для нуждающихся. И королевские стипендии, полностью покрывающие расходы на обучение за рубежом. Сейчас ими пользуются 110 тысяч молодых саудитов. Вот страна беспокоится о своей молодежи. Учитесь, российские чиновники. Учитесь у саудитов. Вы же всю жизнь говорили, что это страны третьего мира. Нас так воспитали, друзья. Да, какая-то толерантность. Такая, знаете, фиговая. С фиговым листочком прикрытым. Потому что многие знают, как относились к африканским студентам и к арабским студентам. А теперь, ну а теперь, вот видите, можно только позавидовать этим студентам. Итак, на образование и военные закупки саудовские власти собираются направить одинаковый объем средств по 51 миллиарду долларов или 3,2 триллиона рублей. Владимир Путин прилетел в Саудовскую Аравию по приглашению короля Салмана Аль-Сауда, носящего официальный титул «Хранитель двух святынь» – Мекки и Мегины. Следует напомнить, что в плане политического устройства Саудовская Аравия – это абсолютная геократическая монархия, с ней не самой простой системой наследования власти, чем-то напоминающая Древнюю Русь. Сначала трон переходит от брата к брату и лишь затем к представителям следующего поколения. Например, перед нынешним королем страной правили шесть его единокровных братьев. И только потому, что эта линия уже исчерпана, наследным принцем был объявлен сын Салмана Аль-Сауда Мухаммед. В целом правящая династия насчитывает более семи тысяч одних только принцев, а с побочными ветвями порядка двадцати тысяч человек. А у нас все убивались, убивались, убивались. У нас все убиты или все сбежали из страны. Разница в менталитете красных и богатых саудитов. Вернее, бедных когда-то, те, которые были, ничем жили в пустыне. На чем они поднялись, друзья? Вот и стоит поучиться нам у Саудовской Аравии и у Объединенных Арабских Эмиратов, у арабов. Учитесь, чиновники, учитесь. По пятницам давать ответ за прожитую вами неделю. Я Таня Карацуба, Сеидбургхан.